всем привет друзья как сделать так чтобы вайфай работал хорошо в интернете совета вы найдете бесчисленное множество но не все они одинаково полезны строго говоря никакого универсального совета по теме как улучшить работу вайфай просто-напросто нет у всех разные модели роутеров разные условия работы а вот проблемы у всех одинаковые низкая скорость подключения разрывы высокие задержки тем не менее я попытался собрать наиболее актуальные советы по их решению сделав упор на простоту приятного просмотра будем рассматривать наиболее типичную ситуацию в обычной городской квартире с одним роутером впрочем для частного одноэтажного дома принципы те же самые а вот для двух и более присутствуют нюансы варианты с повторителями сигнала дополнительными точками доступа и прочими ухищрениями я расскажу вам в одном из следующих видео на что первое нужно будет обратить внимание так это на позиционирование роутера прежде чем шарится в настройках или заниматься прочими изощрениями стоит попробовать самый простой способ улучшения работы вашего домашнего вайфай а именно правильно разместить ваш маршрутизатор существуют основные правила по размещению роутера и звучат они примерно так роутер по возможности должен быть равно удален от клиентских устройств и желательно находиться не у окна нужно чтобы между роутером и клиентами было как можно меньше преград из материалов сильно влияющих на сигнал поблизости не было источников электромагнитного излучения и мощных электроприборов особенно микроволновок радионянь радиотрубок и их баз позиционирование хотя бы на уровне обычного письменного стола или выше но никак не на полу антенны или корпус должны быть расположены так как указано в инструкции для внешних антен нормально вертикальное расположение нужно чтобы роутер свободно вентилировался и охлаждался наиболее критичные к качеству сети устройства можно было бы подключить по кабелю а не по вайфай наилучший вариант в теории это размещение роутера в центре квартиры хотя бы где-нибудь на уровне стола или выше все дело в том что антенны в домашних маршрутизаторах практически всегда все направленные если говорить совсем уж упрощенно то на виде сверху можно представить что от роутера сигнал расходится концентрическими кругами постепенно ослабевая так что если расположить например углу прямоугольной квартиры то удаленные комнаты будут находиться за ее пределами и вайфай просто-напросто не будет туда добивать при этом надо учитывать еще несколько факторов беспроводной сигнал на открытом пространстве распространяется хорошо но в реальной жизни между его источником и потребителями всегда есть какие-то препятствия которые в той или иной степени влияют на него это стены двери предметы интерьера бытовая техника и так далее сейчас стандарт вай фай умеет работать в двух диапазонах 2 и 4 и 5 гигагерц причем сигнал 5 гигагерц затухает быстрее чем 2 и 4 эти частоты не требуют лицензирования и отдельной регистрации устройств при соблюдении некоторых правил в первую очередь касающихся мощности излучения фактически в той же области 2 и 4 гигагерца существует также множество источников сигнала которые в данном случае являются помехами к таковым относятся различные радиоуправляемые аппараты радионяни беспроводные музыкальные системы радиотелефоны клавиатуры и мыши bluetooth а также прочие манипуляторы с собственными адаптерами знаете какой самый злейший враг для вай фай обыкновенная микроволновка она также работает диапазоне 2 и 4 и никакая защита не спасет от утечек мощного излучения которая в лучшем случае просто снижает скорость и стабильность передачи данных по вай фай а в худшем полностью гасит ее вообще практически любая электротехника так или иначе генерирует электромагнитный шум не обязательно влияющий непосредственно на вай фай но вполне способны оказать воздействие на другие компоненты роутера и от этого лучше держать роутер подальше минимум в паре метров не стоит забывать еще о том что вашему вай фай может мешать такой же как и у вас чужой вай фай роутер современные роутеры в обязательном порядке регулярно сканирует радиоэфир для улучшения работы тем самым задавая извечные помехи в эфире не стоит забывать о нормальной вентиляции устройства это не значит что нужно покупать отдельный вентилятор для роутера нет но приток воздуха хотя бы в виду сквозняка должен быть в корпусах роутера не просто так производители понатыкали вентиляционные отверстия обновление прошивки роутера также обновление сетевых драйверов на конечных устройствах также играют немаловажную роль и поэтому стоит воспользоваться доступными встроенными механизмами обновления операционной системы также зайти на сайт производителя найти а потом установить последнюю версию по любое сложное современное устройство это во многом по они только железо и пренебрегать обновление прошивки не стоит для смартфонов планшетов и прочих мобильных устройств обычно есть встроенные системы обновления прошивки в крайнем случае на официальных сайтах они тоже выкладываются так что еще можно сделать отказаться от старых устройств поддержкой только вайфай 802 11 b и 802 11g выбрать правильный режим работы вайфай то есть 802 11 н или 802 11 g n для 2 и 4 гигагерца и 802 11 н или 802 11 n отце для 5 гигагерц оставить автовывор ширины канала попробовать отключить нестандартные дополнительные технологии ускорения вайфай попробовать немного снизить мощность радио модуля вайфай на мобильных устройствах отключить доступ к 3g 4g сети при нахождении в зоне покрытия вайфай проверить режим энергосбережения устройств и адаптеров сейчас есть два современных стандарта вайфай 802 11 н которые работают на частоте 2 и 4 и 5 и 802 11 отце которые работают исключительно на 5 гигагерц однако на руках у пользователей могут быть и старые устройства которые поддерживают например только 802 11g а то и древний по современным меркам стандарт 802 11 b или даже 802 11 а последний впрочем сейчас найти очень трудно но если не вдруг у вас оказались то лучше всего от них полностью отказаться так как именно они могут существенно замедлить работу вашего вайфай в некоторых моделях роутеров есть особые настройки которые в теории позволяют старым устройством подключаться так чтобы они не мешали новым но работает они не всегда корректно и так для диапазона 2 и 4 гигагерца наиболее предпочтительным является режим работы 802 11 н за ним следует режим 802 11 g н для 5 гигагерц есть только один оптимальный вариант 802 11 н отце с шириной канала ситуация такая по правилам роутер должен понимать и принимать вообще все устройства соответствующие стандарту так что в настройках следует выбирать вариант 20 40 мегагерц для 2 и 4 герца и 20 40 80 или 20 40 80 160 мегагерц для 5 гигагерц некоторые роутеры позволяют принудительно выставлять максимальную возможную ширину канала да это иногда помогает выжать все соки из беспроводного подключения но далеко не всегда и не для всех устройств более того если вам важна стабильность то есть смысл наоборот снизить ширину канала и пожалуй последний совет на котором можно заканчивать а именно настройка мощности роутера обычно можно или указать мощность милливаттах или выбрать указать уровень мощности процентах от максимальной так вот максимум мощности это далеко не всегда хорошо не вдаваясь подробностей скажем что снижение напротив может существенно улучшить качество связи чем шире диапазон вещания вайфай зоны тем он более россия тем самым скорость и качество связи по всей зоне распыляется и ухудшается лучше когда лепестки сигнала меньше и охватывать территорию не досконально но при этом сигнал сильный и поступление трафика не заставляет ждать и так но и были приведены достаточно простые способы улучшения работы вашего домашнего вайфай но я буду надеяться что даже они вам помогут в случае если это не так то тут стоит задуматься о более дорогом вайфай роутере либо уже о точках доступа о которых кстати я расскажу вам в одном из следующих видео но у меня на этом все всем спасибо за просмотр лайк от вас это плюс еще 100 мегабит к вашему интернету да 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 пишите комментариях какой вайфай роутер у вас дома и до встречи в следующем видео всем пока а